Когда мы говорим о том, почему Бог может поднимать человека и насколько высоко он может поднять человека, от чего это зависит. Вот здесь, знаете, причина и следствие. Это причина-следственная связь. Если человек найдет настоящую причину, почему Бог поднимает человека и насколько высоко он может его поднять. Ответив на этот вопрос, человек изменит всю свою жизнь. Человек изменит всю свою судьбу. Человек может быть кузнецом своей судьбы вместе с Богом. И твоя жизнь может пройти на самых таких минимальных оборотах и может пройти на высотах. И ты должен понять ответ на вопрос, насколько высоко Бог поднимает человека. В чем причина? Причина в фундаменте. Причина, друзья, в фундаменте. Фундамент – это характер человека. Это характер человека. Причина, вот поймите, не в дарах. Причина в характере. Вы смотрите на человека, которого Бог поднимает. И вам кажется, дарами этот человек, он талантливый, даровитый, помазание на нем, сила на нем. Но, друзья, все это может зиждеться только на характере. Характер – это фундамент. В прошлом уроке я рассказывал, как я видел, как строили 28-этажный дом. И там забивали фундамент, какие сваи. Их опускали глубоко-глубоко в землю. И вот часто, насколько глубоко тебя Бог опустит вниз, настолько же он сможет поднять тебя вверх. Вот от чего зависит, насколько высоко ты поднимешься. Нельзя с фундаментом, рассчитанным на 5 этажей, поднять человека на 28 этажей. Потому что фундамент лопнет, и все здание рухнет. И вот мы начинаем понимать характер, характер, характер. И наша первая передача, первый урок, я раскрывал вам, что должно быть посвящение, решение идти за Богом. И мы говорили о том, что Иисус, когда Дух Святой на Него сошел, когда Он принял водное крещение. Водное крещение – это посвящение, это завет с Богом и обещание Богу служить в доброй совести. Иисус, когда Иисус это сделал, Дух Святой на Него сошел, но Он не пошел сразу проповедовать. А Дух Святой повел Его в пустыню. В пустыню, Боже мой, для искушения дьявола, встреча с сатаной. И там был бой. И когда Иисус вышел из пустыни, Писание говорит, и вышел Он в силе Духа. Духа с маленькой буквы, то есть характер. Его был изменен. И когда мы это понимаем, посвящение, второе – послушание. И послушание, братья и сестры, это очень важный акт. Вы знаете, чтобы дьявол убежал из вашей жизни. Вы хотите этого? Да. Вы бы хотели, чтобы дьявол ушел из вашей финансовой сферы. Вы бы хотели, чтобы дьявол ушел из вашей сферы семьи. Вы бы хотели, вы бы хотели этого. Но знаете, в чем дело? Вы можете приказывать дьяволу, а он не уходит. Вы можете приказывать бесам, а они вас не слушают. Вы можете просто находиться даже вот среди людей, которые конкретно одержимы демонами, связаны дьяволом. Вы будете говорить, дьяволу уйди, но он не уйдет. Он с вашей жизни не уйдет. Как он уйдет с другой жизнью? Сначала на личном уровне нужно дьявола победить. Потом только ты победишь его в жизни других людей. И вот в чем причина. Чтобы дьявол от тебя убежал, есть секрет. Говорится, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. То есть противостоять дьяволу нельзя без этого. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вот это уже интересно. Поэтому сегодня, друзья, послушание Богу. Послушание в теократическом порядке. Понимаете? То есть все должно построено быть на послушании. Мы подчинены Богу и Его Духу. И это круто, это классно. Когда вы подчинены Богу, это большое счастье. Вы должны знать, когда ты покоряешься Богу. Есть моменты, в которых ты должен покориться Богу. Есть грех, который ты должен оставить. Мы говорим посвящение, послушание и следующий урок будет святость. Сейчас мы говорим за послушание. Если ты не послушен человеку, как ты можешь быть послушен Богу? Это глупо. Ты должен понимать, что вот Бог часто приходит к нам в лице людей, к тех людей, которых Он ставит. И когда мы видим эту картину, Бог, когда дает тебе человека, Он дает тебе как будто бы общение с Духом Святым. Общаясь с каким-то человеком, ты общаешься с Богом очень часто. Бог через него тебе говорит, и вы это переживали, когда душа наполняется миром, счастьем. Послушание дает тебе гарантию защиты. Послушание, покорность Богу дает тебе власть над дьяволом. Покорность Богу дает тебе власть над дьяволом. Скажи со мной, я покоряюсь Богу и противостою дьяволу, и Он убегает от меня. Еще раз скажу, я покоряюсь Богу, противостою дьяволу, и Он убегает от меня. Я покоряюсь Богу, противостою дьяволу, и Он убегает от меня. Вот секрет Пусть Бог вас обильно благословит Итак, покоритесь Богу Послушание, приведите все в послушание Богу Послушание старшим служителям Будьте послушны Слову И Бог сделает так, что над вами будет Его сила И бесы будут убегать Убегать от вас Аминь Пусть Бог благословит вас В следующем уроке мы говорим о святости Эмин Эта передача вышла благодаря поддержке партнеров Прямо сейчас вы можете поддержать выход этих передач